Я не хочу больше делать ремонт, я не хочу больше заморачиваться, всё, я устала. В эту сторону, и у нас здесь как бы просто будет кровать поспать. Как этим красить глаза? Не только говорить про квартиры, но и... Красивый полотенцесушитель. Хочу такую ванну, ёлку. Поехали, между прочим, вместе с котом. Дверь передвинем. Меня даже чуть-чуть подёргивать начало. Квартира требует огромных усилий. Сашулька довольна, сегодня годовщина нашей свадьбы, 9 лет. Лерой Мерлен и Икеа, нам с тобой в помощь. Наконец-то покажу вам всю квартиру. Всем огромный привет, мои хорошие. Мы с вами тысячу лет не красились. В сегодняшнем ролике будет не только то, собственно, как я навожу марафет, но и расскажу вам кое-что про квартиру. Наконец-то покажу вам всю квартиру, потому что у нас просто великая радость. 19 ноября 2020 года мы получили ключи. Мы получили окончательно документы на право собственности. 19 ноября у нас была годовщина 9 лет со дня свадьбы. И, в общем-то, это было просто для нас что-то с чем-то. Поехали, между прочим, вместе с котом. Так что обязательно посмотрите это видео до конца. И в сегодняшнем ролике я хочу накраситься. Накраситься не просто обычной косметикой, а натуральной косметикой от марки Санте. Буквально недавно я в своем инстаграме выкладывала пост про косметику, про то, что я вообще в последнее время перестала краситься. На самом деле это не есть хорошо, потому что когда ты перестаешь краситься, перестаешь за собой ухаживать, в общем, ничего хорошего от этого нет. И, собственно, на этот пост были некоторые комментарии. Есть у кого-то аллергия, например, на косметику. И почему я, собственно, вообще села не только говорить про квартиру, но и про косметику тоже? Потому что есть, собственно, такая косметика. Называется Санте. Это абсолютно натуральная косметика. Это абсолютнейшая органика. Вот все подошло. Все идеально, все великолепное. Но, к сожалению, тон мне не подошел. Немножечко скатывается. Никак я с ним не подружилась. Так что буду наносить Make Up For Ever. Любимая кисточка от Stellar. Я очень люблю вот такую вот пушистую кистью. Нету от нее полосок. В общем, все-все-все. Вот так вот хорошенечко. Касательно квартиры, на самом деле, там, конечно, очень-очень-очень много работы. Там эта квартира требует огромных усилий, огромного ремонта. В последнее время меня даже чуть-чуть подергивать начало. То есть я просто, я даже Саше сказала мужу своему, говорю, Саша, у меня, знаешь, у меня иногда вот так вот я еду, и вот так вот начинается. Глаза боятся, руки делают, на самом деле. Тем временем, кстати, я беру минеральный бронзер. Возьму маленькую такую кисточку и буду заполнять немножечко такие места, где нам нужна тень. Совсем чуть-чуть, потому что, опять же, раньше прям рисовала. Ну, раньше это было модно. Конечно, боязно, конечно, как-то страшновато, но суть в том, что когда мы брали эту квартиру здесь, она была, в принципе, ну, конечно, не в таком же состоянии, чуть-чуть получше, да, то есть, по крайней мере, здесь жили, а в той квартире уже больше пяти лет никто просто не живёт. Здесь вот тоже я обязательно прохожу для того, чтобы прям чуть-чуть-чуть-чуть, для того, чтобы немножечко скулы тоже выделить снизу. Вроде тень небольшая, но вытягивается, лицо вытягивается. Я думаю, что, в принципе, вот с контурингом уже, видите, прям на человека стало похоже. Всё познаётся в желании, в стремлении всё это сделать, всё это как-то облагородить, организовать. С моим мужем решили всё-таки не делать перепланировку, то есть, там, пару дверей мы просто передвинем, как бы, да, с места на место для того, чтобы та мебель, которая нам нужна, вместилась. То есть, я возьму вот такой вот хайлайтер, и вот при смешивании он прям блестит, сияет. Я прям пальчиком его нанесу на те места, которые должны быть выпуклыми. Когда мы сюда переезжали, здесь тоже было очень много работы, но из-за того, что у нас были такие сжатые сроки, потому что я была беременная, потому что нам нужно было поскорее переехать, потому что нам нужно было поскорее какие-то вещи разбирать и, естественно, всё для ребёнка готовить. А тут получается, что у нас нету никаких обстоятельств, которые бы нам мешали спокойно, нормально, как бы, делать ремонт. В первую очередь, конечно же, я вызову туда электриков, потому что, скорее всего, придётся менять электрику, потому что дом очень-очень старый. Собственно, мы здесь сделали то же самое. Конечно же, самое важное, наверное, самые две такие важные части дома, это, конечно же, кухня и это, конечно же, санузел. Это, собственно, те самые комнаты, те самые помещения, которые мы, ну, просто сами физически сделать не сможем, а всё остальное я очень надеюсь, что я смогу как-то справиться, ну, пускай даже не сама одна, да, но, по крайней мере, какими-то своими силами, там, снять обои, даже зашпаклевать, потому что я всё-таки дочка своего отца, а папа у меня строитель, и очень часто, когда я была маленькая, или даже подростком, да, брал меня с собой, то есть всё это грунтовать, поклевать, как бы, это всё прекрасно я умею. Так, беру вот такие вот минеральные румяна. Минеральная косметика не имеет срока годности, так что можно купить и пользоваться на протяжении всей жизни. Вот такие вот милые румяшки. Кисточкой Дуа Фибра. Она такая, видите, у неё двойной ворс, так хорошенечко набираю, стряхиваю, и на яблочки, прям вот так вот на яблочке, потому что румяшки, они всё-таки немножко потом, пока мы сейчас будем краситься, я, знаете, я половину крашу в зеркало, половину сюда на камеру, и, честно говоря, всё равно получается красиво. В общем, как-то они сами просто тушуются, смотрите, какая красота. Немножечко на носик, немножечко сюда, немножечко на подбородок. Всё, маленькая тенюшечка у нас есть, чувствую, как будто только что с мороза. Я забыла консилер, представляете? Ай! Очень хороший у Санте консилер, он такой светленький, он вполне себе хорошо заполняет, он хорошо высветляет. Я постараюсь вот прям вот тут вот так, прям вот самое, где у меня, маленькой кисточкой вот здесь вот, немножечко подтушую. Видите, уже оп! И синячка нет. Прелесть! Мне очень понравился консилер. Так как у меня здесь нет никакой базы по тени, я буду использовать свои любимые Color Tattoo, наношу прямо пальчиком. Они у меня такие довольно тёмные, и на них я буду накладывать тоже такой тёмненький цвет, уже шиммерный. Тени тоже от Санте, безумно приятного цвета. 04 дымчатый кварц. Набираю, и он вообще не пылит, то есть они, знаете, такие полупрессованные, можно сказать. Я наношу, и сразу краешком кисти слегка растушевываю. В общем-то, в любом случае, вы уже, знаете, такие, типа, вот, мы там поедем, мы там переночуем, мы там что-то там сделаем. Когда мы делали ремонт здесь, уже после ремонта, я подумала, я никогда больше этого не хочу. Я не хочу больше делать ремонт, я не хочу больше заморачиваться. Всё, я устала. И вот прошло 7 лет, с тех пор, как мы сюда переехали уже в ремонт, я понимаю, что я сейчас готова. То есть я, в принципе, готова для того, чтобы сделать ещё один ремонт. Чуть-чуть я беру ещё, тоже делаю тень под, ну, в общем, на нижнем веке. У нас будет отдельная гардеробная, я всю жизнь о ней мечтала, и, честно говоря, подумать о том, что в такой небольшой квартире там мы сможем устроить гардеробную, потому что вот здесь вот, например, наш шкаф стоит, он вообще никакой. То есть, да, он, конечно, большой, он, по-моему, там полтора или два метра, но он неудобный. Решили вместе, мы всё время решаем всё вместе. Мы видели такой туалет классный. И вон ещё только этот стоячий, а этот подвесной. О, круто. Ой, смотри, коричневая. Очень интересно смотрится. Какие там красивые вот эти следующие на ножках. Саш, мне на ножках нравится. Так столько места теряется. Это, конечно, не для маленьких. Смотри, красный. Офигенно. Или вот, смотри, вообще прям литое всё. Хочу такую ванну, ёлк. Смотрите, как красиво. Блин, кому ещё такое нравится? Ой, не могу прям. Ну вот если бы не вот эти вот какие-то религиозные мотивы. Это римские какие-то. Ну, римские, религиозные. Ну, вообще, по-моему, очень круто. Тут мы тоже всё делаем вместе. И мы с Сашей решили немножечко в обход спальни. То есть мы хотим уменьшить спальню и тем самым раздвинуть гардеробную. То есть чтобы можно было зайти, чтобы там было очень много света, чтобы там было очень много зеркал. И, собственно, чтобы там было место, чтобы разложить всё. То есть это будет и гардеробная, это будет и ящик для обуви, это будет и для какой-то сезонной одежды, это будет и кладовка, то есть чтобы там можно было убрать какие-то книги, поставить, в конце концов, пылесос. То есть, в принципе, всего этого хватает. Буквально недавно мы были в магазине, хотя в Икеи тоже это есть, и в Гранде вот мы были недавно, хотя в Гранде вообще, на самом деле, ну, как бы выбор, конечно, большой, но там очень много таких, скажем так, типа элитных всяких мебельных таких магазинов, да, и, собственно, как я, Саша, сказала, Лерой, Мерлен и Икея нам с тобой в помощь. Естественно, здесь уже нужно распределять как-то свои финансы. Вот, но суть в том, что мы увидели ту самую гардеробную, я сюда вставлю обязательно картинку, в общем, примерно плюс-минус, как она будет выглядеть, конечно, наполнение будет под нас, то, как мы привыкли, то, как нам будет удобно, но, в общем-то, это будет такая полноценная гардеробная. Тем временем я беру вот такие вот тени от Санты, это уже 01 жемчужный опал, вот здесь такой акцент. Ну, вроде бы получилось. И у Санты есть еще вот такая вот подводка, черная, я ее так немножечко растрясу, и сейчас просто будет смертельный номер. Ну, вот лучше не разговаривать, конечно, когда ты это делаешь. Я прям хочу прорисовать реснички, именно ресничное пространство, межресничное пространство, и все. Так вот уже, видите, прям глазик такой прям выделяется на фоне своего собрата. И у Санта есть обалденная тушь, которую я просто, когда я ее получила, я такая, что? Как этим красить глаза? Потому что она просто гигантская. Но она делает нереальный объем. Такая вот красота у меня получилась. Сейчас пока без бровей не очень все. Как-то, знаете, обычно брови нарисуешь, а сразу все хорошо. У меня здесь для бровей есть вот такой вот специальный наборчик. Представляете, здесь есть специальная такая штучка, она открывается, и здесь есть пинцет, щеточка и кисточка для бровей. Цвета я, вот видите, пользуюсь таким вот темным. Касательно переезда. Ну, у нас город маленький, Электросталь, и, конечно же, и среди моих подписчиков, зрителей, и, конечно же, некоторых жителей моего родного города, Электросталь, это Подмосковье, 40 километров от Москвы мы живем, по Горьковскому шоссе, это восточное направление, Нижний Новгород. И, конечно же, некоторые люди уже начинают задавать вопросы, типа, вот, а как же так, а как же вы сейчас переедете? В общем, мы еще пока не переезжаем никуда. Там, собственно, сейчас жить просто нереально. Мы, кстати говоря, специально попросили оставить нам в этой квартире спальные места для того, чтобы там, кстати говоря, оставаться на ночь. Иногда вот так вот, да? Вот смотрите, как сразу с бровями красиво. Можно будет там остаться, то есть там мы оставили, вернее, попросили оставить как раз-таки две кровати для ремонтников, если вдруг будут ремонтники, которые будут там жить. Здесь, кстати, есть еще пудра, но я ее пользоваться сейчас не буду, потому что сейчас зима, как бы и летом, да, я пользуюсь пудрой. У меня есть вот такая помада, но мне кажется, она какая-то будет, наверное, темноватая здесь. Давайте попробуем. Такая вот увлажняющая помадка, по-моему, очень такой мой прям цвет, она похожа на матовую, то есть она не блестит, она прям матовая-матовая, и при этом, при всем написано, что она увлажняющая. Это у меня нежный первоцвет, оттенок 02. Такой макеш у меня сегодня получился, вполне себе такой изящный, такой женственный. Рада поделиться радостью, потому что в любом случае какие-то изменения в жизни, это очень всегда хорошо. Действительно, человек целеустремленный, который хочет чего-то добиться, человек, который хочет работать, который хочет чего-то делать, который хочет жить, который любит жизнь, ему действительно дается намного больше, чем тому, кто просто сидит на диване и ничего не делает. Поэтому я очень радуюсь всегда за успехи других людей, я беру с них пример, я пытаюсь перенять какие-то черты, перенять какие-то определенные знания, возможно, я всегда у них учусь, я их очень люблю, я их очень уважаю, поэтому никогда не завидуйте. Смотрите на успешных людей и берите пример с них, как это делаю я в конце концов, потому что когда ты вращаешься в кругах людей, которым все не так, которые чем-то обделены, вечно жалуются, ты тоже будешь таким. И я уже давным-давно это поняла на самом деле, и действительно лучше даже круг общения, это первоочередное, круг общения выбирать такой, где тебе действительно комфортно и где ты развиваешься. Это очень важно, развиваться не только там книги читать, например, но и развиваться в кругу тех людей, которые тоже хотят чего-то достичь. Посмотрим, как мы получали ключи. Черный, черный, малыш, обживается. Мы пришли, у нас котик вошел первым. Такая тут обстановочка пока. Сейчас они тут добирают все вещи. Пойдем дальше смотреть? Ну что, все, мы получили ключи. Вот наша будущая спальня. Они тут еще на выходных, бывшие уже собственники приедут, заберут кое-какой мусор, но вот все. Котик там уже входит, все смотрит, лег, лежит. Не видно его, лежит. Как тебе тут удобно? Это у нас с другой стороны здесь такая, типа, гардеробный. О, черный. Но мы ее будем расширять в эту сторону, и у нас здесь как бы просто будет кровать поспать, и полноценная гардеробная. Это гостиная, там балкон. Очень хороший здесь паркет, мы его обязательно будем циклевать, или как это называется? Сашулька довольный сегодня. Годовщина нашей свадьбы, 9 лет, такое знаковое для нас событие. Вот. Мы, кстати, на балкон еще вообще не ходили, но он есть. Так, он небольшой. Прихожая. Прихожая, кстати, не маленькая. Вот этот вот шкаф мы будем убирать. Здесь будет проход полностью. Если поаккуратнее ходить, то будет торчет. Да, да, хорошо. Тут у нас Сонечкина комната будет. Ванна, туалет. Сейчас вам все покажу. Такая вот ванна с туалетом. Вот. Тут у нас будет унитаз подвесной. Дверь передвинем. Здесь у нас будет раковина, стиральная машинка. Вот так. Саша, видишь, кстати, здесь этот полотенцесушитель полотенцесушитель как раз получается. Можно его сделать над... Да, да, да. Вот я и говорю. Это вообще просто идеальный вариант. У нас здесь будет стиральная машинка и как раз над ней красивый полотенцесушитель. Вот и вот тут вот кухня. Кухня маленькая, но мы здесь есть, скорее всего, не будем. Здесь будет много простора для кулинарного творчества. колонка. Тут будет стоять красный холодильник. И окна тут огромные. Тут просто вот, реально, они просто гигантские. Я вообще хочу сделать без... Как она, фрамуга называется? Вот без этих штук, чтобы просто очень много света было во всех комнатах. Вот это вот зеркальце я попросила оставить. Смотрите, какой стол классный. Я его отреставрирую, покрашу. Будет супер круто. Котик нюхает, все ходит. Я надеюсь, что это видео вам понравилось, что оно было полезным. Кто хочет пользоваться ЭКО, натуральной косметикой. В общем, всех вас люблю. До следующего видео. Пока-пока.